Дизайн ландшафта это искусство, так же как в любом виде искусства, в нем есть свои правила и нюансы. Это нелегкий, очень кропотливый процесс, который состоит из нескольких этапов. Нужно учесть и подобрать все – освещение, озеленение, а также аксессуары, декорирование. Сегодня о тонкостях ландшафтных работ нам расскажет Вита Бунина. На месте лесного озера был овраг. Он наполнялся водой периодически, особенно во время таяния снега весной, но выглядел крайне непривлекательно. Мы очистили этот овраг, сформировали русло, сделали его декоративным и вывели аккуратную береговую линию. За счет того, что мы положили геомат, это специальный материал, который способствует укреплению береговой линии. И на него мы насыпали плодородный слой грунта и посадили растения. Для того, чтобы вода в лесном озере была чистой и прозрачной, мы используем аэраторы. Это установки, которые насыщают воду кислородом и таким образом способствуют ее очищению. Аэраторы не только помогают лучше декоративное качество воды, они помогают еще и рыбам и растениям, которые тоже нуждаются в кислороде в воде. В малых архитектурных формах поселка Суханово-Парк используется классический стиль. И вот эта ротонда, и мост, которые проходят через озеро, классические. И решены таким образом и за счет применения белого цвета, и за счет самих форм. В Суханово-Парк есть два моста. Один из них функциональный, по которому ездят автомобили наших жильцов и гостей. Он богато декорирован. И второй мост, который находится в районе озер, совершенно другой. Он камерный, потому что он предназначен для пешеходов, для людей с детьми на колясках, велосипедистов. И он не декорирован. Он открывает вид на те архитектурные и природные красоты, которые есть в этом месте. Мост делит озеро на две части. И оно действительно делится на две части. Одна, большая часть, наполнена рыбами. Сейчас там плавают карпы. А вторая, меньшая часть озера, предназначена для создания декоративного водоема с растениями, с водными растениями. Весной следующего года мы посадим здесь удивительно красивые водные растения. И это будет настоящий сад на воде. Береговую линию частично мы затегорировали с помощью отсыпок из камня. Где-то мы посеяли клевер, который будет постепенно своей корневой системой укреплять берег. И для того, чтобы он не сползал, не менял свою четкую форму, которая есть на сегодняшний день. Как и везде в Суханово парк, на территории лесного озера, мы тоже не поступились на посадочный материал. Здесь высажены замечательные кустарники, такие как азалии, гортензии, рододендроны, чебушники. И целая коллекция почвопокровных теневыносливых многолетних растений. Порядка двух тысяч растений. Которые отличаются, во-первых, тем, что они хорошо чувствуют себя вот в таком природном окружении, то есть в тени леса. Во-вторых, они очень выносливы, морозостойкие и не нуждаются в большом уходе. Впоследствии они затянут всю береговую линию, образовывая таким образом естественный, натуральный и цветущий на протяжении всего сезона вегетации покров. Лесное озеро – это ландшафтный объект, который решен в естественном природном стиле. Именно поэтому линии дорожек здесь очень плавные, и мы решили отсыпать их естественным природным материалом галькой мелкой фракции, которая утрамбована. Двигаться по таким дорожкам очень приятно и комфортно. Я думаю, что для тех, кто захочет просто погулять у воды, насладиться воздухом сосновым и провести время в тишине и покое, это будет одно из любимых мест в поселке. Здесь всегда прохладно, даже в самый жаркий солнечный день. Редактор субтитров А.Семкин